В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Волоколамском районе прошел форум «Я, гражданин Подмосковья». Собирается молодежь, очень много познавательной информации, в том числе семинары, лекции. В этом году детскому городку в Центральном парке исполняется 40 лет. Каждый гражданин, поднявшись на этом колесе, он увидит свой город. Это было особое чувство. Праздник светофора отметили в детском саду «Журавушка». А что такое зебра? Зебра – это полоски, по которым переходят пешеходы. В Волоколамском районе прошла заключительная смена форума «Я, гражданин Подмосковья». Участники со всего региона демонстрировали различные проекты, а также на своих площадках рассказывали о своей малой родине. Наша съемочная группа побывала на областном форуме. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Форум «Я, гражданин Подмосковья» проходит в седьмой раз. 20 дней, 5 смен и 7 образовательных программ. В Волоколамский район областная молодежь отправилась не только отдыхать под открытым небом, но и получать современные знания. Площадка форума «Я, гражданин Подмосковья» очень большая – около 30 гектаров. На них разместились представители муниципалитетов области. Организаторы также утверждают – ЕГП – самый массовый молодежный форум России. В гостях хорошо, а домой всегда тянет. Даже на такой большой площадке мы смогли найти кусочек Ленинского района. В небольшом шатре уместились, конечно, не все значимые достижения муниципалитета, однако гости смогли познакомиться с историей мотобольного клуба «Металлург», а также с проектами предприятий района. Здесь та площадка, куда приезжают все, не области, а круга, на сегодняшний момент. Собирается молодежь, очень много познавательной информации, в том числе семинары, лекции. Приезжают спикеры, которые рассказывают о своем опыте. Поэтому данная площадка, она вообще для общения очень значимая. Дмитрий Павлов представил москитную сетку, которая сможет обезопасить детей от несчастного случая. Технологичные изделия способны выдержать большие нагрузки. Этот продукт разработан в естественном сотрудничестве с нашими новосибирскими коллегами. И в настоящий момент проходят сертификационные испытания. Официальные, неофициальные мы уже испытали этот продукт. Действительно, это безопасная москитная сетка. Почему безопасная? Потому что она выдерживает нагрузку двух взрослых мужчин. Предприниматель Константин Спаский также рассказал о своей компании. Растущему предприятию оказывают поддержку на областном уровне. Это, конечно, очень высокая оценка. Потому что правительство Московской области, а также Министерство инноваций и развития очень тщательно и очень скрупулезно отбирает именно те компании, которые соответствуют реальному сектору экономики, которые развивают наш агропромышленный комплекс. Эти проекты представлены в рамках Дня открытых дверей Подмосковья. А потому здесь можно не только познакомиться с перспективными компаниями, но и узнать о их вакансиях. Компания у нас занимается широким профилем девелопмента. Начиная от рекламы, кончая строительство. То есть это и проектировщики, и прорабы. Это если мы про технические специальности говорим. Гости, посетившие площадку Ленинского района, отметили широкий спектр представленных компаний. А я вижу, что выставили очень много всего, и очень приятно смотреть, на самом деле, что ваши предприятия так активно участвуют в таком масштабном форуме и привлекают молодежь. Главное преимущество – форма наработка новых знакомств, а также возможность принять участие в самых разных мастер-классах – творческих, спортивных, технических и даже научных. Площадку в Волоколамском районе посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил необходимость проведения и в дальнейшем самого массового молодежного форума России «Я гражданин Подмосковья». Арсений Рогозянский, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. В региональную приемную партии «Единая Россия» за адресной помощью обращаются люди самых разных возрастов и социальных статусов, в том числе малообеспеченные и с низким уровнем дохода люди. Многие просят помочь в решении вопросов, каждому из них стараются оказать необходимую помощь. Валентину Михайловну Левш пригласили в приемную Дмитрия Медведева. Пенсионерка пришла не одна, а с лучшим другом собакой породы чихуахуа «Сеней». Депутат Московской областной думы Владимир Жук расспросил Валентину Михайловну о жизни, а после вручил подарок – телевизор. «Валентин, вы мне такой подарок». «Это вам, да, такой подарок?» «Ну, вы знаете, я до слез расстроена. Спасибо вам большое». Пока к коробке с телевизором приделывали ручку, чтобы ее легко было нести, Валентина Михайловна рассказала и нам о себе. «Очень много читаю. Ну, хоть и говорят, вот ключ форды разгадывают, читаю много. Ну, вот гуляем все мы. Дети вон на детской площадке ни одного стихотворения не знают. А я знаю Маршака. Уж не говорю Агнию Барту, они маленькие, совсем для малышей. Я им читаю Чуковского, Федорину горе, там тараканище». Валентина Михайловна познакомилась не так давно. Она пришла, рассказала. В процессе разговора выяснилось, что у нее просто элементарных нет вещей. Она живет одна, сын у нее тяжело болен, онкология. То есть такая просто ужасная ситуация. И наши предприниматели откликнулись и купили телевизор, подарили ей. Ну, на первом этапе. Дальше посмотрим, чем еще можно будет помочь. Такая адресная помощь давно вошла в депутатскую практику Владимира Жука. За год несколько десятков людей решают жизненно важные вопросы благодаря этой работе. В 1979 году, то есть 40 лет назад, в Центральном парке появились первые аттракционы. О том, как создавалось излюбленное место отдыха видновчан, узнала наша съемочная группа. Началось все, конечно, задолго до 1979-го. С тех самых пор, когда в рабочем поселке Видное появились первые дома, территорию, которую сейчас занимает Центральный парк, жители использовали для прогулок и активного времяпровождения. Там, где мы стоим, располагалась старая хоккейная коробка. Были деревянные раздевалки. Вот там, где стоит гулливер и наше здание, местными жителями используют футбольное поле дворового характера. И постепенно началось его богоустройство. Первым здесь, скажем так, этапом богоустройства была массовая высадка деревьев в Лемешко. Под чутким руководством главного видновского озеленителя Тимофея Лемешко, пустырь со временем превратился в сквер. Свою лепту вносили и молодожены, которые после регистрации брака в Доме культуры шли сюда сажать деревья. Так и вырос парк. И только в 1979 году рядом с ним решили создать детский городок. О том, как это было, нашей съемочной группе рассказал бывший работник райкома партии, принимавший в возведении парка непосредственное участие. Идея эта была прежде всего председателя исполкома видновского горсовета Георгия Васильевича Чиликидия. Его заместителя, который курировал культуру, это Виктор Петрович Малахов. И, безусловно, заведующего отделом культуры Валерия Алексеевича Ионова, который, в общем-то, наверное, всю душу вложил в этот детский городок. Место для будущего парка выбирали недолго. Из предложенных вариантов Расторгуева, Березовая роща или сквер за Домом культуры последний показался всем наиболее оптимальным. В конце мая приступили к работам. Первым в будущем Центральном парке появилось колесо обозрения. Тогда кабинки больше напоминали строительные люльки, которые свободно раскачивались при движении колеса. Первыми спустя всего два месяца на новеньком колесе обозрения прокатились сами инициаторы стройки. Вот у этого колеса обозрения стоит Георгий Васильевич Чиликиди, Валерий Алексеевич Ионов. И я подхожу. Поздоровались. Ничего так. Вдруг Георгий Васильевич говорит, ну что, сядем, прокатимся. Вот когда мы поднялись на самый верх, вот эта панорама открылась. Она настолько захватила. Представляете, и мы в этот момент, наверное, мы все подумали, что, представляете, каждый горожанин, он вот поднявшись вот на этом колесе, он увидит свой город. Это было особое чувство. В августе 1979 года парк открыл свои двери для всех желающих. Посетители могли прокатиться на шести аттракционах, среди которых были ромашка, лодочки, паровозики и автодром. В 2004 году в детском городке провели капитальный ремонт всех аттракционов. В старых аттракционах практически ничего не осталось, но менялись фактически аттракционы на аттракционы по схожему содержанию. То есть сейчас у нас аттракцион орбиты, до этого назывался ромашка. Колесо обозрения было заменено полностью, но на его том же самом месте. Сейчас центральный парк – это 16 аттракционов, батутный городок, диггер-парк, контактный зоопарк, большая прогулочная зона с летней сценой и масса зелени. За это его и любят видновчане всех возрастов. Нравится то, что здесь много деревьев и, ну, грубо говоря, уголок природы такой небольшой в городе. Поэтому мы сюда и ходим. Детей, в принципе, все есть. А для взрослых, я думаю, что здесь для взрослых особо ничего не нужно. Есть кафе, этого достаточно. Можно и с детьми погулять и что-то перекусить. Развлечения вон внуку. Ну, в основном, в общем, ради внука, да, папа? Ну, да, конечно. Ну, почему и самому тоже интересно. Место очень хорошее. Хорошо, чисто. То есть, и опять же, благоустройство. То есть, очень замечательно. Центральный парк продолжает совершенствоваться. Появляются новые аттракционы, игровые зоны, обновляется оборудование, проводится текущий ремонт. За июль обновили краску на большинстве аттракционов. Сейчас ремонтируют фонтан. Все работы завершат в августе, чтобы День города видновчане могли отметить в обновленном любимом парке. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В летнее время инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание пропаганде безопасного поведения на проезжей части среди детей и подростков. Именно в этот период данная тема наиболее актуальна, так как детвора проводят на улице большое количество времени. Наша съемочная группа побывала на празднике светофора в детском саду «Журавушка». Подготовка к веселому празднику – дело серьезное. На резиновое покрытие веранды наносят последние штрихи. Все участники будущего действия облачаются в светоотражающие жилеты. В летнее время детские сады традиционно работают в облегченном режиме, ведь многие дети вместе с родителями отправляются в отпуск. Тем не менее, это не повод расслабляться, ведь что-что о правилах дорожного движения нужно знать на зубок. Праздник светофора в детском саду «Журавушка» проводят сотрудники ГИБДД совместно с представителями Ленинского отделения Красного Креста. Мероприятие приурочено к Международному дню светофора. Ребятки, ну-ка, мне помашите ручкой. Живой у нас светофорчик получился? Ручка мне их машет? Занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения в детском саду, проводятся на протяжении всего года. И в их эффективности педагоги убеждаются, покидая со своими подопечными пределы учреждения. У нас бывают экскурсии в библиотеку, к памятникам, в храм ходили. Наши дети хорошо знают правила дорожного движения. У всех есть жилеты, и в принципе дети уже знакомы с правилами. В празднике приняли участие дети от трех до шести лет. Несмотря на столь юный возраст, все они знают главные правила поведения на дорогах и в автомобиле. Если горит красный свет светофора, что нужно делать? Надо стоять и подождать, когда будет зеленый свет. А что такое зебра? Зебра – это полоски, по которым переходят пешеходы. А когда вот в машину ребенок садится, куда он должен садиться в машине? Садиться надо в специальное кресло. Ну и в этом кресле что должны родители сделать? Пристегнуть ремни. Такие занятия также призваны обратить внимание родителей на безопасность маленьких участников дорожного движения. С начала года в Ленинском районе произошло 7 ДТП с участием детей. Буквально на днях у нас пострадал ребенок-пешеход. Пятилетний ребеночек, поэтому сейчас мы, естественно, акцент делаем на возраст как раз детсадовский. Одиннадцатилетняя девочка повела ребенка домой и потом вышла. Естественно, она не следила за поведением своего младшего брата. И даже, наверное, не подумала о том, что может около подъезда быть опасность. И ребенок выбежал на дорогу. Поэтому вот таких случаев нельзя допускать. Нужно быть предельно внимательным и не забывать, что все-таки взрослые несут ответственность полную за безопасность своего малыша. Какие бы обучающие игры не устраивали в саду, взрослым стоит помнить, что именно они – главный пример для детей. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ. Информация для телезрителей. С 5 августа на телеканале «Видное ТВ» изменится сетка вещания. Увеличится количество новостных выпусков. Вместо пяти – премьерный показ плюс четыре повтора, будет выходить девять – премьерный показ плюс восемь повторов. Свежий выпуск новостей телезрители смогут увидеть ежедневно в будни в 19 часов 30 минут. Все повторы также будут выходить не в начале, а в середине часа. А в 19.00 ждите анонс новостей на телеканале «Видное ТВ». Мы работаем с вами и для вас. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.